В компанию вложили деньги многочисленные кредиторы, большие и не очень, которые тоже хотят вернуть свои деньги. Эстония НР направила на минувшую неделю ходатайство кредиторам. В ней бывшие руководители просят у тех, кому они должны, согласие на первоочередные выплаты работникам предприятия недополученной зарплаты, а также компенсацией за неиспользованные отпуски сокращения. Вчера истек срок ответа. Было получено 27 писем, в том числе и 8 отрицательных. Причем отрицательный ответ дал и налоговый департамент, который напомнил, что закон запрещает отдавать предпочтение кому бы то ни было – кредиторам или работникам. В нашем департаменте также напоминают, что у Эстонии НР есть задолженность по налогам – почти 245 тысяч евро, что отражается и на социальных гарантиях, потерявших работу сотрудников авиакомпании. Отрицательный ответ представил и крупный акционер фирмы – авиакомпания SAS. Всего же у Эстонии НР оказалось 222 кредитора, финансовые претензии которых составляют 113,5 миллионов евро. Однако существующее имущество компании оценивается лишь в 11 миллионов евро. Арифметика, по мнению экономистов, выглядит удручающе. В сложившихся условиях Совет предприятия поручил мне начать процедуру добровольного банкротства. Мы хотели использовать шанс ликвидировать предприятие иным путём. Но кредиторы не согласились. Теперь начинается обычная процедура банкротства. Конечно, обидно, что это случилось в тот момент, когда мы, казалось, увидели свет в конце тоннеля. Наша бизнес-стратегия стала работать, но в Брюсселе решили иначе. В фирме работало 182 человека. Созданная взамен Nordic Aviation Group не спешит заключать договоры с бывшими пилотами или бортпроводницами Эстонии НР. Пилоты также говорят, что предлагаемая зарплата меньше, чем в закрывшейся национальной авиакомпании, говоря уже о Финейр и Люфтганзе. Один также не разделяет оптимизма правительства в том, что квалифицированным работникам авиаиндустрии будет легко найти работу. Теперь работники предприятия получат компенсации от кассы по безработице. Однако надо иметь в виду, что теперь выплаты будут меньше. Сегодня стало ясно, что работникам остаётся лишь ждать, когда им вручат официальные извещения о сокращении, и тогда обращаться в кассу по безработице. Владимир Михалков, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.